Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 791. Событие дня. Откровение 22.17. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. 12.08.2018 года. Евгений Пустосвит. Добрый день, Игнатий Тихонович. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Совсем недавно увидел ваши ролики на YouTube и даже вначале не поверил, что такое может быть в нашей стране в отдельно взятой деревне. Ведь деревня в России, можно сказать, вымирает. Очень нравится, как вы говорите. Слушаю вас и удивляюсь. У вас нет ни одного неправильного слова. Игнатий Тихонович, хочу рассказать вам одну историю про своего свояка. Жил обычный человек. Семья, работа. Человек, верующий, за свои деньги построил в селе часовню. Государство никак не помогало строительстве. И было все у него хорошо, пока не познакомился с одним священником. Этот священник увидел, что у человека есть деньги и стал всячески его обхаживать. Свояк человек простой. Вначале давал храм немного, потом все больше и больше. Дошло до того, что он заработал за три месяца, работая в командировке. А сумма эта не маленькая. Все унес ему. У самого дома двое детей с женой перестал разговаривать. Стал, проще говоря, как зомби. Дело дошло до развода. Теперь с детьми не общается, с женой тоже, видать, помощи не оказывает. Хорошо, что есть родственники. Они помогают. Этот священник взял деньги, которые люди собирали на храм, и уехал отдыхать в Турцию. Правда, теперь он не служит. Выгнали. Игнатий Тихонович, хочу спросить у вас. Кто ставит таких священников и почему они никак не отвечают за свои поступки? Ведь из-за таких люди и не веруют, и не хотят им верить. Они ломают жизнь людей, а сами живут в свое удовольствие. Поэтому и говорят, что есть попы, а есть батюшки. Хотелось бы, чтобы батюшек было больше, чем попов. Заранее прошу прощения за ошибки. Здоровья вам и всего хорошего. Ну что на это? Ответы же кто их ставит? Ставит архиерей. А сейчас того архиереев, лишь бы платил деньги. Он определенный оброк, Исаак накладывает. А остальное он за этим и не смотрит. Кого ставят? Вот к нам пришлют здесь с Украины, которые, как говорится, горлохват. Ему деньги только. Он в один день делал нас всех врагами. А что? Говорится, выродки везде есть. Не даже они выписали сюда Дворкина. Это не тысячи, а миллионы людей. Раздорил, рассорил между собой. Вот и все. Вот откуда наберутся. Но я знаю, я никакого участия не принимаю в этом. На этом фоне легко выглядеть здоровым. Ну, если они все лежат, а ты не пьешь, тем более хорошо. Ты видишь это, он это делает, свои деньги отдал, он властен. Но жене там не дает и детям. Это вопрос другой. Я верю вам, что такое может быть. Есть такое, бывает. Рахиль. Мир вам, отец. Вы посмотрели ролик анализ об головине? Об отце головине. Там фото. Отец головин во фраке, жена в платье, декольте и ботоксная. Вот и батька православный. Что-то там. Он справлялся в свадьбу какую-то. То ли золотую, то ли серебряную. Игнатий Лапкин, смотрел и дважды. Рахиль, ну, груди надувают или губы. То есть, искусственно делает все это. Игнатий Лапкин, зачем, Рахиль? Модно же толстые губы, грудь большая. Наоборот, губы толстые, это прямо негроидные какие-то. Никогда не думал, что губы толстые, это хорошо. Это как, вот, не знаю. Только мне непонятно, за что на него накинулась патриархия. Ну, там говорят, мы слышали. Алексей. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Меня зовут Алексей, мне 34 года. Уроженец города Уральска из Казахстана. С 2019 года я поныне живу и работаю на Дальнем Востоке в городе Хабаровск. Не женат, не курю. Интереса к алкоголю не имею, не крещен. Хотя атеистом себя тоже не считаю. Случайно наткнулся на ваши ролики в Ютубе. И чем-то вы меня зацепили прямо за самое сердце. Ну, конечно, а ты есть. Ну, зазомбировали, да и все, попы знают, как отвечать. Зазомбировали вас там в Хабаровске-то. Пропал мужик. Алеша. Евреям. Я отвечаю ему. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Один спрашивает меня, это даже не он. А что такое вера, а как верить? Отвечаю. Посмотри полезные фильмы. Путешествие пилигрима. Скорбь. Форум. Святую Библию прочитайте и заучите 11 главу, видимо, еврея. Так, что-то тут у вас. Тут один Алексей еще пишет. Не знаю, этот или другой. Жена ушла в религиозную организацию. Ну, маленькая тут, я не знаю, почему не вмещается вдруг. Добрый день, у меня жена ушла в церковь Слово Божье. И все, человек пропал. Извините, но подобные организации я называю сектами. В доме появились слова смерть, ад, проклятие. Дети малые говорят об этом. Обидно, что создаешь семью, а потом кто-то приходит и все разрушает, прикрываясь Богом. Есть, конечно, плюсы, что моя жена перестала курить и пить спиртное. Но человека факту нет в семье. Каждую ночь на каких-то собраниях и тому подобное. Какую ночь, где и как, это, я думаю, уже придумывают. Сектанты наоборот. Если у нас ранняя литургия здесь, в Ахростском соборе, в 7 утра, то у баптистов у них всегда в 10 утра. Вот такая история с и печальным исходом. Как, по-вашему, можно назвать организацию, в которой ходит моя жена? Она говорит, что они изучают чистые Евангелия, живут по слову. Жена говорит на иных языках, называя это Божьим языком. Взгляните на несколько роликов из их церкви и напишите мне, пожалуйста, ваше мнение. Ну, какое мнение? Если такое есть. Раньше называли их пятидесятники, а сейчас харизматые и прочие. На 100% бесноватые, сумасшедшие. Сектанты, это никакая не церковь. Из их церкви, еще ради церкви-то появились здесь 150 лет назад. Дальше. Вера М. Игнатий Тихонович, мир вам. Я недавно начал осмотреть ваши ролики и заинтересовалась книгами. Пришлите мне, пожалуйста, информацию о том, как их можно заказать и какая стоимость. С уважением, Вера Митрохина. Игнатий Тихонович, мир вам. Как же я вам благодарна за ваш труд. Спасибо с Христос. Вот я указал там фамилии, имя. Сейчас эти, которые ненавистные. Ну, такие были у меня. Раньше, сейчас там сват этот Олег. Вот они кидаются на них и начинают поливать их грязью. Ну, это проверка идет. Вот если человеку нужна истина, они его не отобьют. Ну, чего они не отобьют? Там Соболева или Марьясова, Кальмаева. Ничего они не могут сделать. Нет, они сразу им, как говорится, по мордасам в ответ дали, они отошли. Безумие. Гоняются за людьми, чтобы сделать их сынами гиенны. Евгений Трабко. Владыка Марк Андерт, управляющий епископ над монастырями в РПЦЗ в Иерусалиме, для тех, кто не знает, и, конечно, он епископ РПЦЗ Германии, так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Лукай 17, 28, 30. Недавно епископы Православной Церкви Германии написали письмо. Это было обращение к молодежи. Они говорили о браке, о любви. В том числе из этого письма совершенно ясно, что епископы Православной Германии призывают толерантно и деликатно относиться к представителям сексуальных меньшинств, или, как говорят сейчас, к ЛГБТ. Как вы считаете? Грешникам надо относиться терпеливо. И грешников надо любить. Понимаете, какие слова? Грешников Господь говорит, я их ненавижу и истребляю. Грешников надо любить. Врагов Божиих. Это вот попы, все довели до этого, любвисты. И экономия слова ввели в обиход. Никаких эпитемий нету, что разбойники, пираты захватили корабль. Запомните это выражение. Потому что Господь нас, грешников, полюбил. Но нельзя грех называть добром. Сексуальные браки мужчины с мужчиной могут допускаться. Но не считаться, что это правильно, что это добро. А тут что сказать только? Только к мусульманам и все. Это есть грех. И церковь не может это никогда поддержать. Поэтому терпеливо относиться к ним, как грешникам, надо. Но говорить, что это правильно, невозможно. Из статьи. А разница между ними в благочестии и праведности тогда в чем? Те каноничные готовы тактично окормлять гомосексуалистов. А этот филарет в расколе неканоничный тоже готов терпимо признать брагомосексуалистов. Предвидится мне, если так будет продолжаться и все это нарастать снежным комом, как бы этот снежный ком не покатил с горы и не раздавил нас, причащающихся вместе с гомосексуалистами. Придется вскоре уходить в каноничные катакомбы и скрыться от всего этого срама и мерзости. Как говорила одна монахиня, катакомбами все началось, катакомбами и закончится. Дальше. Валентина Сортисон. Наш бывший прихожанин, а ныне священник в городе Хофе, окончил парижскую духовную семинарию, рассказывал, что он с группой духовных отцов и других конфессий, католики, лютеране и прочее, несогласных с секс-просвящением в школах Германии и прочей цедомии, составили некое прошение вышестоящим религиозным инстанциям, наивное, их даже близко не допустили с их вопросами. Этот маховик набрал такие обороты, что сметает всех приблизившихся к нему. Анастасия. Грустно это, конечно, мерзость запустения, стоящая там, где не должно. Потому нужно иметь четкие позиции, мужество, иметь общение с настоящими верующими и самим быть с солью. Валентина Сортисон. Истинно так. Евгений Трабко. Если это так, то владыке Марка Андрта я никак не могу причащаться, когда он прибудет в Иерусалим с очередным епископским визитом в Виллионский монастырь. Или же писать ему прямое письмо в Германию. Причащать ли он у себя в Германии гомосексуалистов? Хотя, думаю, что прямого ответа не получу. Сегодня кто верный, кто оглашенный, епископы уже не могут разобрать. Проходной двор, дикое стадо паломников, туристов, ворвалось и по храму пробежало во время литургии прямо перед Евхаристией. Анастасия. Женя, так можно дойти до судорожного страха и самому себе навредить. Есть рукоположенный священник. Не анафемистирован. Не анафематистован, правильно. Бери от него то, что нужно тебе для спасения. Иначе придешь к выводу, что нигде нельзя причащаться. Конечно, если есть возможность, лучше иметь настоятелем здравого вера человека. Потому что Роману, малышу, уже и Оаким. Отец Оаким не священник по его личным причинам. Видишь, куда все выворачивается, правильно говорит? Евгений Трапко. Тут даже не в том дело, что причастить гомосексуалиста. Уже то, что гомосексуалист стоит на литургии верных во время литургии, уже мерзость запустения. А как разобрать, кто они? Кто гомосексуалист? Кто нет? Нет общины, нет членства в церкви. Кто эти православные, пришедшие в храм, никому не разобрать? Глаза помрачились. Глядишь, уже священники наши православные, как священник Ильи в ветхозаветное время упал со своего седалища и помрачились глаза его. Уже ничего не видел. Александр Бережной. Слава Христу! Всем здравствуйте! Евгений Трапко. Анастасия. Так он берет цитату, которая написала к нему, что Женя так может дойти до судорожного страха и самому себе понавредить. Есть рукоположенный священник, не анафематствован, бери от него то, что нужно тебе для спасения, иначе придешь к выводу, что нигде нельзя причащаться. Конечно, если есть возможность, лучше иметь настоятелем здравого в вере человека. Священник, который страдает объедением, весит 200 килограмм, я пойду и причащусь. Это грех не к смерти духовной. Есть грехи разного уровня. Есть грехи к смерти и грехи не к смерти. Если кто видит брата, своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. 1 Иоанна 5, 16, 17. Не смог выдержать. Покажи, где поточек. Что-то сопля маме не дашь. Евгений Трабко. Гомоксоциализм. Это грех к смерти. Прямой разрыв с Богом и отлучение от церкви. Анастасия Александр Бережной. Слава Христу. Всем здравствуйте. С миром Божиим. Анастасия. Гомосексуализм. Это грех к смерти. Прямой разрыв с Богом и отлучение от церкви. Ты писал выше о епископе. Сюда относишь и толерантные отношения со стороны священства. Что это тоже грех к смерти. Александр Бережной. Сегодня Игнатий Тихонович выложил ролик. Там же мужик переодетый. Почему он сразу не вывел его на чистую воду? Евтушенко Сергей. Александр Бережной. Отвечает. Лучше у него спросить. Ну что, я его вижу, что он... Само название говорит. Шерлок Холм переодетый. Я там про это прямо и говорю. Не расслышал, значит. Мы сразу об этом говорили, видели. Анастасия. Мне больше интересен смысл маскарада. Хотел бы юмор-шоу устроить. Мог бы что-то интереснее придумать, чем батюшка-батюшка. Евгений Тропко. Если священник или епископ причащает гомосексуалиста и допускает это в сердце своем, что такого человека можно причастить, не делается ли такой священнослужителем причастником греха садомии? Может сам он и не совершает такой грех явно? Он же тем более и монах, у него запрет на брак. Грех смерти. Ну, такое и есть. Именно так. Не только делает, но и делающих одобряют. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Гомосексуализм это блуд, причем самый тяжкий из грехов блуда. Этот грех даже еще хуже, чем сблудить с женщиной. Юстушенко Сергей. А когда человек перестает быть гомосексуалистом? Анастасия. Многие священники благословляют идущих на войну убивать, кропят танки и так далее. Евгений Трабко. Таким священникам нельзя идти. Если человек не имеет тяги сексуальной и душевной блудной к мужчине, он не гомосексуалист. И человек без этой тяги и не пойдет явно грешить этим грехом. А если человек имеет внутреннюю тягу, засматривается на красивых мужчин, так сказать, явный сигнал гомосексуализма. Такого человека срочно нужно лечить духовно постовой молитвой. Я вам расскажу один случай, Юстушенко Сергей. То есть выходит, гомосексуалисты все равно в своей церкви стоят и причащаются. Так или иначе. Нет эпитемии, установленной церковью, значит нет и духовного исцеления. Есть эпитемия, есть, есть. Он не знает. Но если нет, то в смысле того, что не установлено, то есть не исполняют. В этом да. А как он будет говорить, когда сам такой же, к примеру? Вам для очищения совести достаточно прийти к священнику и спросить, причащает ли он садомитов, если он скажет нет, но при этом обманет вас, то этот грех на нем и Господь вас не оставит. Когда я искал, где мне покреститься в православной церкви, вначале я пребывал на приходе от Агафангела Пашковского. Там один молодой священник перешел к нему от катакомбников, от Рафаила Матавилова. Пашковский, конечно, ему катакомбническую хиротонию не признал и рукополагал его снова. Но потом я в интернете случайно нахожу, что этого священника у катакомбников рукоположил гомосексуалист, 23-летний епископ. Ну, а там в интернете нашел, ну, да мало ли еще могут написать-то в интернете-то, да зачем нам так предаваться-то? Вот Арман Малыш, он только на этом и сгорел, каждый день почти находит что-то и целый день глотает и глотает эту блевотину. Как вам? Его в Украине поймали, он бегал там, молодой бородатый парень, за маленькими мальчиками, предлагал им интимную связь по интернету. Видишь, как он бегал, кто-то написал, ну, ничего нету, но написали это. Ну и что дальше-то? Как ты знаешь-то? Так что угодно можно сказать, сделать. И этот священник, уже будучи у Пашковского, хотел меня крестить. Я отшатнулся от этого священника. Не знаю, знал ли об этом рукоположении гомосексуалистом Агафангел Пашковский. Но он в любом случае его перерукополагал, так как он не признает хиротонии катакомбников. Этот священник так мягко и лазяльно относился к известиям, что его рукоположил 23-летний гомосексуалист, а он в то время в хиротонии. Этот епископ уже грешил этим грехом. Епископ в кавычках. Мне пришлось отойти от этого священника. Крещение у него я не стал принимать. И вот теперь говорят, вот такое-то, такое-то. Ну, стоят беседуя эти епископы. Подходит женщина к одному и говорит. Ты ко мне приходил, ты цену знал? Ну, я путана, блудница. А что ж ты не заплатил-то? Какие-то копейки положил. Я думал, ты потом посмотрела. А он говорит тогда, рядом диакон стоит, говорит, сколько она просит, отдай ей. Просто и понятно. Отдали ей. Но дальше-то кто знает, что с ней было. А что это за епископ? Григорий чудотворец. У другого, чтобы епископа сместить, в житиях святых говорится. Они сделали там, открыли комнату ему куда. А сами в это время подговорили, епископа, вот про тебя говорят, ты с женщинами там знаешься. А блудницу наняли, заплатили, и она пришла и лежит там на кровати. Он говорит, ну, что придумываете-то еще? Ну, пойдемте. Другие, ну, давай, проверим тебя, как ты живешь. И пришли к нему, а она там выглядывает. Ну, они, ну, вот видишь как. Ну, что, братья, грех, ну, простите тогда, что сделаешь-то? А я узнал, кто она такая. Ну, дайте ей денег, чтобы больше не приходило. Другая такая начала говорить, от кого она никак не говорит, от кого, ребенок, от кого. Обвиняет человека, священника там, епископа. А ребенок маленький на руках, он руку поднял и показал, говорит, это кузнец, и заговорил. И говорит, это кузнец, отец-то мой. Такого, это только описано у Дмитрия Ростовска. А сколько было на самом деле вот этого обвинения, совершенно несоответствующее. Народ весь в заблуждении. Вот мы Дионисию Александрийский считаем, Иероним Стридонский. Обвинили всех их в неправославии. Народ, говорит, настолько тупой был, настолько, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Блудников считали, значит, святыми чистыми, а кто чисто жил, блудниками. Я, например, знаю, что это грех, садом, но даже не верится, неужели такой грех? Ну, может быть-то. Заменили естественное употребление женского пола противоестественного, разжигаясь похотью мужчины на мужчину, делая срам, срам, и получая должное возмездие за свое заблуждение. Это нетерпимо. Насколько отлучаются каноны у церкви, очень четкие. Так, Алексей, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 4.22. Евгений Трапко. Мне, как Господь Бог, послал это видео в интернете. Там на этого епископа надавили органы милиции, и он раскололся. Все рассказал прямо на видео о его гомосексуализме. Чем он там в Украине занимался. И когда начал этим заниматься, сам он из России. Иначе придешь к выводу, что нигде нельзя причащаться. Конечно, если есть возможность, лучше иметь настоятелем здорового в вере человека. Потому что Роману Малышу уже и отец Иоаким не священник по его личным причинам. Роман Малыш не признает московскую патриархию в целом. Ее отвергает как благодатную. Я же признаю, что есть благодатность в московской патриархии. Но речь идет об отступлении от истины священноначалия, прежде всего, епископата о русской церкви, о допущении таких тяжких грехов церкви, как садомия. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделать такое дело, собрание вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Просто Христа, а то Господа нашего Иисуса Христа, четыре слова, опять повторяет еще раз, Господа на в одном стихе два раза четыре, и опять, почему? Ну вот так, просто учиться надо чаще произносить имя Господня. Первая Коринфянам 5.1. Анастасия, а какую он патриархию теперь признает? Киевскую что ли? Евгений Трапко. Тут вот дело в чем. Игнатий Тихонович говорил в видеороликах, что РПЦЗ это свободная часть русской церкви. Я в это, можно сказать, свято в кавычках поверил. Когда я приехал на первую беседу в Елеонский монастырь в Иерусалим на собеседование с Архимандритом по поводу вхождения в православную церковь. И я во время беседы сказал Архимандриту, что я пришел в православие через труды Игнатия Тихоновича Лапкина. И дальше я сказал, что РПЦЗ это свободная русская церковь от гнета советской власти. Архимандрит так на меня посмотрел с удивлением и сказал, что сегодня РПЦЗ практически ничем не отличается от РПЦМП. Только что сказал, что РПЦЗ за время существования своего за границей во время советской власти не имеет этого советского российского мышления и свободна от него. Вот я говорил, я сказал, у нее название так и было свободное, так написано. А какое сегодня? Говорили, а вот сейчас будет объединение и здоровые силы вольются от РПЦЗ в МП и там начнется какое-то движение, перемена. Да я говорю, ничего подобного. Один заразный, если он гриппом болеет, а сто человек в комнате не болеет, он один может заразить. Но сто здоровых одного больного не могут сделать здоровым. В РПЦЗ все проще. Нет такой напыщенности в проведении епископата и священства, как в Московской Патриархии. В РПЦЗ менталитет общения между священством и мирянами совсем другой. Но сегодня мы видим, как тяжкие пороки, греховные садомии охватывают РПЦЗ МП, как и саму МП на территории России. Андрей Курай уже во всеуслышание обличил проникновение садомитов в священном начале РПЦ. Свободна ли сегодня также РПЦЗ? Каков титул свободной церкви она всегда носила при советской власти, будучи за границей в России неисущих? Александр Бережной, разрешите мне задать два вопроса? Ответить можно будет и позже, если вы не знакомы с данной личностью и не смотрели его видео. На ютубе есть канал Алексей Овсянников. Он рассуждает своими мыслями о святости и о последнем времени. Как стоит к нему относиться? Как стоит относиться к этим видео? И второй вопрос. Что вы думаете об отраке Вячеславе? Евтушенко Сергей. Александр Бережной. Вот два вопроса о Вячеславе это повторяет. Не надо даже и считать дальше. Ответ. Это бредни пьяных старух. Роман Фроликов. Бредни пьяных старух. Такого выражения нет в Библии, но есть бабьи басни. Александр Бережной, Евтушенко Сергей. Это бредни пьяных старух. Просто в церкви. И правда, все разбились на два лагеря. Я наблюдаю за этим, но есть с обоих сторон сомнения. Я никого не хочу осуждать. Но по последним видео с Романом Малышом, он просто попал в сети, или лучше сказать, паутину интернета. И просто запутался. У него золотые руки. Жалко, конечно, потерять такого человека. Евтушенко Сергея Романова Фроликову. Бредни пьяных старух. Такого выражения нет в Библии, но есть бабьи басни. Ответ. И что из этого? Я, по-вашему, должен разговаривать исключительно пицитатами из Библии? Это выражение есть у Иоанна Златоуста, например. Ну да, это я вам Златоуста так сказал. Евтушенко Сергей. Я никого не хочу осуждать, но по последним видео с Романом Малышом, он просто попал в сети, или лучше сказать, паутину интернета. И просто запутался. У него золотые руки. И жалко, конечно, потерять такого человека. Игнат Тихонович по этому поводу высказался. Романа Малыша мы тут не обсуждаем, да и вряд ли можем. Так как лично с ним не знакомы. И повлиять на него не можем никак. Те, кто ему писал, и я в том числе, убедились, что он абсолютно не воспринимает реальность и живет в своем вымышленном мире. Евгений Трабко. Ссылка. Отец Павел Адельгей. Убит последний свободный священник Московской Патриархии. Кто из священников, да еще семейных и штатных, теперь сможет неанонимно и публично сказать, Владыка, вы не правы. Он не был диссидентом, то есть он не искал специально поводов для критики конфликта. У него не было аксиомы предустановленной неправоты церковной власти. У него была одна тема. Тема удушения общинно-приходской жизни. И в этом он был вполне каноничен. Андрей Кураев писал о нем. Сатана душил его через Псковского митрополита. Да-да, страсти и капризы могут быть и у архиереи. А минувшая ночью пришел к более решительным действиям. Сатанист, убивший отца Павла, подарил церкви Христова еще одного мученика. Но радоваться этому как-то не получается. Радостно тут лишь одно. Отец Павел свой крест достойно пронес до конца. Вечно ему память. Этого батюшка убил какой-то шизофреник в его собственном доме. Вонзил ему прямо нож в сердце. Мне вспомнился роман «Малыш» и его болезнь шизофрении, обнаруженная врачами еще до приезда в Потеряевку. Его ожесточение на Игнатия Тихоновича очень опасное. Как бы худо не было. Не было. От такого человека не знаешь чего ожидать. Тем более есть в прошлом признаки шизофрении. Это когда человек теряет рассудок и убить может. Опасение батюшки и Акима неспроста. Роману «Малышу» никак нельзя оставаться в Потеряевке. Его ожесточение будет расти и может привести к самым непредсказуемым событиям. Евгений Трапко. Игнатий Тихонович, были ли вы знакомы с этим последним свободным батюшкой, отцом Павлом Идальгимом? Он был примерно вашим ровесником. Нет, не был. Не был. Вот сколько они писали сегодня. Вот видишь, сколько мы взяли. Ну и теперь показать, какие у нас ресурсы есть. Вот мой мир. Вот я в шапке тут. Тут можно переписывать, вопросы задавать. Особенно, когда договариваемся книги выслать. Тут удобно показать, какой счет, что не по телефону. Ну и православный форум. Вот у нас здесь 1600 тем. Очень большой. И вот у нас канал. Канал интересный. Вот он как называется. Православный видеоканал. Большой канал теперь. Надо посмотреть сейчас, сколько этих зашло. О, выключено там. Выключи. Нажми и все. Вот так. То есть нету. Не дало. Ну тогда мы переходим на наш православный библейский сайт. Слово «наш», то есть верующий. Это мой сайт. Тут ничего нет, ничего нету. А то тут у нас на собрании один человек говорит, ну наш, значит, мы ответственны. А чего ты ради ответственны? С какого боку? Никому нашему ресурсу никто не ответственен. Это лично мой труд. Мой. Но я когда говорю, да, вы себя там нахвалите. Ну, то есть, сказал наш, значит, начали превратно понимать. У нас, то есть, те люди, которые помогают, верующие, которые верят. И самое главное здесь 4124 вопроса и ответа. Ну, мы сейчас немножко здесь возьмем, продолжим. Какие вопросы в папке «Грех». Вопрос 683, второй том открытым оком. Как можно требовать и искать плода у смоковницы, если еще не пришло время плодов? Ответ. Марка 11, 13. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней? Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Сравните, как написано в Евангелии, и как вы задаете вопрос. Время плодов и время собирания плодов. Плоды могли быть, но не настало еще время собирания, ибо уборочная страда начиналась с определенного дня. Господь заранее знал, что нет на ней никаких плодов. И слова «не найдет ли чего на ней» не означают неведение. Но евангелист Матфей пишет так, как они поняли намерение Христа. Он специально подошел к ней, чтобы преподать наглядный урок ученикам. И не за огорчение, что она обманула его надежды, проклял ее, но просто избрал ее как пример, чтобы показать ученикам бесплодность пути греха. Как толкует Иоанн Златоуст. Адам прикрыл смоковными листьями стыд свой, и здесь смоковница прообразует путь греха. Вот видите как, это надо просто знать, о чем тут речь идет. И теперь возьмем еще один вопрос. У нас время есть. Вопрос 1086, третий том открытым оком. Что такое пагубное совопросничество? Ответ. Это я стою за капиталом в университете или на радио там, и мне задают вопросы. Я отвечаю. Иоанн Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросов. Есть люди, которые буквально нашпигованы вопросами, подыскивающимися под проповедника. 1 Коринфянам 1.20 Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Нужно учиться самому искать ответ в Библии. Иоанна 5.39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Запутавшись сами в сетях, которые фарисеи расставляли для Христа, они начали задавать вопросы, на которые мог ответить даже ребенок. Лука 10.29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Это же ребенок даже знает, кто ближний-то. Марк 11.28 Гнижники, учителя народа, не могли не знать, что в храме должна быть тишина, и что базар и храм несовместимы. Они теперь все хвалят, все валят на соблазн, который якобы подал им Христос. Матфея 13.57 И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Такое совопросничество есть лукавство, и оно пагубно. Оно не приводит к осознанию своей вины и к покаянию, а ищет одержать победу над неугодным. Коротенький ответ даю, и шесть мест Писания. Людей приучить к Библии, чтобы они вопрос задавали не проповеднику, а Богу. Научиться с Богом разговаривать. Вопрос 1090, 3-й том, открытым оком. Что есть страх Божий? Почему люди, теряясь его, будучи верующими, отступают от Бога? Ответ. Страх Божий – это чувство самосохранения. Заложенное во все живое. Со страха Божия начинается знакомство Адама с окружающим миром. Бытие 2.17. А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь. Притча 8.13. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притча 9.10. Начало мудрости страх Господень и познание святого разум. Притча 10.27. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притча 10.29. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притча 14.26.27. Страхи пред Господом – надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти. Притча 15.16.33. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притча 16.6. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притча 19.23. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притча 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Слава Иисусу Христу! Старшая сестра проверяет, как у меня дела. Притча 23.17. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Вот я ответил, что я ответил. 12 мест Писания. Человек это услышал. Ну вот просто вы выступает у войсков, другие. Найдите хотя бы один раз, один за сотни выступлений, чтобы он вот так привел места Писания. Не надо мудрить-то. Люди пришли не ко мне, а к Богу. Узнать, а что Бог скажет? 12 мест. Больше ничего не надо. Я стою за кафедрой, так же люди передо мною. 12 мест. Дольные и поперечные нити, как меридианы и параллели. Одна линия нить, проповедь, пророчество. Вторая нить чудо, например, своей обновленной жизнью во Христе. Это не я говорю, это святые говорят. Я уже от них беру. И этим уловляется вся вселенная и предохраняется от греха. Страх Божий, то есть боязнь погибнуть и оказаться в аду навечно, теряется там, где человек теряет из виду свою смерть. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Вот и все. Живущий в страхе Господнем, человек боится огорчить своего любимого Господа, любящего Господа и его святые законы. Заповеди. Думай, что ты умрешь сегодня. Разве все так делал, как делаешь? Так, посмотри, сколько там? 41. Все, на сегодня все. Сейчас покажу. Считаю, здесь Никита Колесника. Там Володя на кухне щебарничает. Делает все это. У меня тут голуби отдыхают, кошки спрятанные под пол. Вот он говорил, она сидит везде. Вот такое прекрасное у нас утро. Сегодня, если я не ошибаюсь, наверное, 13 февраля 2018 года. Все.